Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире «Столица Нижней». О главных событиях к этому часу расскажу я, Антон Ганин и мои коллеги. Сегодня в выпуске. Спасибо Мундиалю! Нижегородский масложирокомбинат запустил новую систему очистки выбросов от маловаренного производства в преддверии Чемпионата мира по футболу. Когда исчезнет неприятный запах? Культурный отдых. Центр современного искусства «Арсенал» подготовил праздничную программу для детей и взрослых в новогодние каникулы. Дерево желаний. 560 детей из многодетных и малобеспеченных семей получили новогодние подарки в рамках благотворительного проекта. Нижегородский масложирокомбинат сегодня запустил новую систему очистки выбросов общеобъемной и аварийной вентиляции. Проще говоря, в перспективе с ее помощью предприятие перестанет выбрасывать неприятные запахи от маловаренного производства, на которые неоднократно поступали жалобы от жителей за речной части города. В руководстве компании уверяют, что новый подход кардинально отличается от системы блокировки запахов, которая действует с 2012 года. Воздух будут очищать в три этапа. Эффективность работы установки около 95%. В первой ступени очистки происходит окисление альдегидов и кетонов до кислот. Во второй стадии происходит нейтрализация этих кислот до солей и отвод в канализацию. И третья ступень представляет собой наполненный активированным углем фильтр, где происходит окончательное поглощение всех ароматических веществ. Далее происходит выброс очищенного воздуха в атмосферу. Степень очистки системы достигает 98%. На нашем предприятии запахи, образующиеся в процессе маловаренного производства, будут полностью поглощены на данной системе фильтром. 560 детей стали сегодня обладателями новогодних подарков от проекта «Дерево желаний». Его проводят уже 13-й год подряд и второй год в Канаминском районе под патронатом заместителя председателя законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина. За это время у строителей исполнили желание около 6000 юных нижегородцев из многодетных и малообеспеченных семей. Что дети попросили у Деда Мороза в этом году, узнала Юлия Серебрякова. Все эти 560 подарков уже ждут своих обладателей. Здесь находится именно то, что дети попросили у Деда Мороза в своих письмах. Запросы у юных нижегородцев совершенно разные. Я хочу монополию, а моя сестра хочет снегоходить. Это было невыбросимо. Многодетные и малообеспеченные семьи, которые участвуют в проекте «Дерево желаний», не могут позволить себе дорогие подарки. У Натальи Труниной трое детей. Семен и Тимофей в этом году стали призерами соревнований по карате в Нижегородском училище Олимпийского резерва. Мы занимаемся на кротах много ударов. И вот мы пошли в огромный зал. Мы сделали много ударов. Нас за это дали медали. И я попросил Деда Мороза, чтобы он подарил мне самок. Я всегда делал большой паровозик. Железную дорогу. Да. Здесь не громкие слова, пусть я обещаю. Здесь вот реальные дела, вполне осязаемые, от которых у детей глаза сияют. Огромное спасибо Олегу Валентиновичу и всем, кто принимал участие в организации праздника. Проекты «Дерево желаний» проходят 13-й год подряд под патронатом вице-спикера областного парламента Олега Сорокина. Акция «Дерево желаний» проходит в Канавинском районе второй год. В прошлом году она меня лично поразила, потому что ребятишки, реально написав свои пожелания, рассказав о себе, рассказав о своих достижениях, написав свои пожелания Деду Морозу, реально получили то, что они хотели. Специально для юных нижегородцев детский театр «Вера» подготовил новогодние представления. Художественный руководитель Вера Горшкова вместе с артистами поддерживает проект с самого начала. Эти желания надо же еще и угадывать, по правде говоря, да, и как-то их помогать им осуществиться. Это как мое желание, которому тоже вот уже пять лет, но вот через пять лет оно все-таки осуществилось. Речь идет об открытии театра «Вера» после реконструкции в марте 2018 года. Основной этап работ уже завершен. Не исключено, что в следующий раз новогодний праздник для детей пройдет в его новых интерьерах. Юлия Серебрякова, Георгий Захаров. Столица Нижний. Центр современного искусства «Арсенал» подготовил в новогодние каникулы праздничную программу для детей и взрослых. Специально для маленьких посетителей, начиная с 3 января, пройдет научно-музыкальный спектакль в пространстве выставки под названием «Космопорт Стригина-3». Юные нижегородцы отправятся в путешествие по вселенной, смогут достать рукой до звезд и в конце пути встретятся с Дедом Морозом. Репетиции спектакля уже начались. Также в «Арсенале» продолжают работать выставки, которые недавно открылись для взрослых. Движение воображения, современная графика по Брайлю и экстеншн встреча с самим собой. Сегодня «Арсенал» совмещает в себе визуальное искусство, театр, мастер-классы и творческие лаборатории. Это путешествие в будущее из хорошо всем знакомого места, из Стригина, аэропорта, точнее Космопорта. Космопорт Стригина-3, так и называется весь спектакль. И наш маленький зритель оказывается в зоне прилета, потом он улетает, проходит через разные цветные миры и прилетает, возвращаясь опять в город Нижний Новгород. Такое путешествие, оно путешествие в мир искусства. Основная наша цель – сделать понятны для детей те идеи, которые художник выложил в эту выставку. Потому что здесь у нас основная идея этого спектакля, этой выставки – такое самопознание. То есть, чтобы ребенок не боялся творить, не боялся фантазировать. К другим темам. В торговом центре «Итажин» наступила пора зимних скидок. Бутики снижают цены на зимние коллекции. Насколько выгодным может быть шоппинг в этажах, узнала Екатерина Несимова. Зима – это время не только светлых праздников, но и пора зимних скидок. Вещь со скидкой – это обычно что-то из другого сезона, но только не в этажах. Здесь нижегородцы могут покупать одежду, обувь и аксессуары из зимних коллекций, которые в моде именно сейчас, и получать приятные скидки. В наших бутиках «Джонни Трент» скидки 30, 50 и 60 процентов на коллекцию «Осень-зима 2017-2018». На корпоративы мы предлагаем просто шикарный оригинальный жакет, шпортальный, такая модель. Стоил он 25 тысяч, сейчас он стоит 17 тысяч рублей. В нашем бутике очень хорошие скидки будут, даже на новую коллекцию, до 50 процентов. Вот, например, «Армани Джинс» – новое поступление, сейчас скидка 50. Например, вот такие ботиночки интересные, зимняя коллекция, сейчас уже цена пополам. Приходите в торговый центр «Этажи», пользуйтесь скидками и создавайте с помощью последних тенденций стильные образы. Это все новости на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok